Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день, приятного просмотра. Привет, это Алания, 6 апреля, время 5 часов 34 минуты, плюс 23 показывают градусники. В горах, там наверное сейчас идет дождь, периодически иду, капли падают на меня. И все-таки рискну пока прогуляться дальше, походить немножко. Ливень не пойдет, сильный дождь долго идти тоже не может сейчас. Где-то наша слоник вышла, мы уезжаем. Люди начали уже с зонтиками появляться в руках, ну местные имеются в виду, конечно. Автобусы два подряд и оба почти полные. Боже, я боюсь представить, что будет в туристический сезон. Вообще, конечно, уехать, уехать, сесть в автобус нормальный, без давки, наверное, будет сложно. Если уже такое сейчас. Причем два подряд идет, первый и 101, видимо. Новый мэр уже, новая команда нового мэра уже власти в Алании. Ждем, ждем. Все должно быть во благо, все должно быть лучше. Только лучше теперь. И старому мэру спасибо. До сих пор как-то не верится, что Адем Мурат больше не будет выходить на сцену, на концертах. Мы не будем его видеть, как бы, ну, в общественной жизни. Как-то, ну, не знаю, в голове у меня пока не укладывается. Так, опять капает дождь, капельки на меня попадают. Уникальная погода. Туда страшно голову поворачивать, ешмар. Сейчас все те тучи, ой, опять капать началось. Все те тучи оттуда придут сюда. Блин, а тут и навеса никакого нет, если сейчас дождь пойдет. И ветер усиливается. Наверное, зря, зря идут туда к котам. Они там сейчас сейчас поразбегутся от такой погоды. Капает дождь, но спортсмены не сдаются. А девчонки там все почти. Не знаю, что-то я вот такое ощущение, что я попадает в горло, это пыль. Я не знаю, так вот физически я как бы не вижу. Но, возможно, из-за того, что дождь сейчас ее садит сверху. Возможно, потому что я иду, периодически начинаю кашлять. Я знаю, что я точно не простужен, что я кашлять не должен. Ай, начинается сильный дождь. Ёпп-р-эс-э-тэ. Переходим туда, он бегу на остановку. Потому что у меня нет зонтика. Да, подумать не мог. Что пойдет прям дождь так, что придется прятаться. Это жесть, конечно. Понял, чего я кашляю. Потому что тут пыль все-таки есть. Я не знаю, та она или просто пыль. Ветер ее гоняет. Сейчас вот вообще аж футболку, через футболку дышал, когда летел поток пыли. Сейчас должен пройти хороший дождь. Ну, хотя бы на пару минут хорошая дождь, которая прибьет эту пыль. Потому что, видите, оно все летает. Тут просто вон она. Ну, это не та пыль не африканская. Тут просто ремонт идет и оно все пылит. И тут тоже дом разваливает. Но, в общем, тут просто пыль летит. Это строительная. Так, ну, что-то капает. Я даже думал, что он сейчас пройдет. Я перестаю в остановке. А его... Он капает, но его как такового почти нет. Но если идти, то через 10 минут будешь слегка подмокшим. Поэтому буду пока сидеть. Погода испортилась. Сейчас буду свитер одевать. Видите, ветер дует. Хотя, знаете, сейчас может пройти минут 15. Выйдет солнце, как ни в чем не бывало. И все будет совсем иначе. Все может быть. Это шалание. Кадор отель. Есть туристы. Боже, тут что-то страшное. Ветер дует. Дождь идет. Не сильный, но... Монарт-сити туристы. Вау-вау. Называется от остановки до остановки. Сейчас на этой остановке постою. Если дождь... Ну, как не закончится. Он должен закончиться. А то дальше, может, и не пойду уже. Не знаю. Потому что сейчас иду отмокну. Он не сильный, но довольно существенный. Вот так, если 10 минут я пройду, я вымешу. Так, ну... Сейчас на остановке на той постою. Фу! Жесть. Еще думал, думаю, сейчас приду. А тут Монарт-сити наш будет. Привет, красавчик. Привет. Ты тоже автобуса ждешь, подожди. Все, кто знал, узнал, узнал. Стоюз нашим Монарт-сити. Он поел. Минут 10 я здесь торчу. Короче, он... Ну, как, ну, нельзя, типа, он... Нельзя сказать, что он сильный, но... Стабильно так идет. Дождь такой вот. Видите, его как бы даже почти не... Ну, видно, видно, капли-то видно, так его не видно. То есть, ну, идти некуда. Мне без зонта просто мокрый буду за 10 минут. Сижу. Да, Монарт-сити. Вовремя ты здесь оказался сегодня. Вчера тебя не было. Ни там на набережной, ни здесь. Интересно все стоят, смотрят там, кто идет по набережной в море. Тучи и... Да, тучи как люди. И там идут прям такие эти самые... Ну, видно, что дождь выливается из них. То есть, вот такие... Ну, я не знаю, отсюда безумно видно, не видно. То есть, все черные тучи, а потом небо светлое, но видно вот эти вот полосы эти... Как идет дождь прям. Да, кто бы мог подумать еще пару часов назад, что так изменится погода. Это очень фантастика, конечно. Так что-то люди стали ходить в Монарт-сити. Не закончился ли там дождь? Ну-ка. Ну, нет, я вот вышел, капля на меня... Нет, нет, дождь идет. Идет просто он такой... Но идет, поэтому пешком я ходить не могу. Без зонта пока. Сыпал ему кучу в другом углу, он тоже стал есть. Капает, 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 капает. Его не видно, не слышно, когда я сижу под навесом. Отходишь и сразу попадаешь, подкапливаешь. Он, видите, полосами идет. Он джин-джин-джин-джин. Вот полосами прям видно, как льет дождь. Причем тоже вот он есть, рядом нет. Потом опять есть, рядом нет. Очень красиво. Какая тишина, когда машин нет. Так хорошо. Уже такие голодные кошка-то. А вот она еще красливая. И он ест, и ест. Сейчас еще куча носит, приятно. Так? И как она ест. Сейчас еще домой. Вместо начинает появляться вот этот запах, воздух после дождя. Потому что он был мелкий. Сейчас вот немножко усилился. И хоть пошел. Сейчас, надеюсь, прибьет он эту всю пыль. Еще часов 20 минут. Они у меня уже съели грамм где-то 300. Это как минимум. Вдвоем. Он все ест, ест. Я воды поставил. Он пойдет, попьет. Опять насыпал. Опять ест. Ест наш Монарсити. Пляжный кот я его называл. Который там всегда сидит обычно в сезон. И эта котейка трусливая. Друговольная. Так, минут 40 мы с вами тут просидели. Пока. Спасибо за компанию. Пока, дружище. Пойду. Дождь капает мелкий. Блин. Капает, да. Капает. Ну, просто насколько же я буду сидеть. Она ничего не меняется. Я оделся уже. О, или вернуться назад. Что-то я вышел. Он опять сильнее пошел. Не пойму. Куда уже не рискну. Идти в сторону 15. Я уже не пойду. Да, я там где-то спряталась. Сейчас подойдем. Да. Не ожидал. Я думал, если пройдет, думаю, минут 5 будет и все. Должен барабабаб. Боже, я уже по-турецки здороваюсь. Это. Не, идти невозможно все-таки. Надо. Надо это. Зря я пошел. Назад уже идти не хочется. Ладно, вперед и только вперед. Иду под дождем, короче. Это ужас. Вижу, друзья, на лавочке отель Парадор. На входе Овеса у них. Он прям стоят на улице. Взвеситься можно. Эх, вспоминаю. Сижу, моя одноглазая. Вдруг сейчас появится. Там он арсихота. Да невозможно идти, потому что 10 минут и все. И мокрый больше. Ну, зачем? Потом оно холодно будет. Уже солнца не будет сегодня. Не знаю, что делать. Посижу пока. Вот зонтик. Если прогноз мой. Я посмотрел, там капля была. Она уходящая. Она где-то час назад была перед тем, как я вышел. Если бы, конечно, был на прогнозе дождик, я бы зонтик взял. Все, сейчас бы спокойно шел под зонтик. Ой, там рабо-отель. Вот это вот все. Он еще не работает. Насколько я видел, там проходил сбоку. Вот. Поскольку зонтика нет, ну, даже вот такой вот, как бы, дождь слабый, но идти невозможно. Можно куда-то пробежать быстро, но идти, вот если мне идти час, допустим, куда идти под дождем. Буду сидеть еще тут, в Парадоре. Одна из белок наших, кто помнит, они тут жили, их тут семья целая. Так выхожу. А, не, блин, дождь сильный. Нет, нет, идти нельзя. Осторожно здесь быть и на плитке, скользкая плитка на входе, когда дождь идет. Когда с пляжа идете, мокрые ноги, осторожно здесь заходите. Отель Парадор. Не ожидал я такого, я думал, ну, 10 минут, ну, 15, он пройдет и все. Оно, видите, затянуло, и тучи никуда не уходят, оно со всех сторон, небо серое. Вроде как и по прогнозам, почти по всем, а не должно такого быть, длительного такого. Но, не знаю теперь, что делать даже. Час уже почти потерял. На. Тоже сидеть на одном месте надоедает, уже спать захотел. Сидел, сидел, дождь, смотрю, чуть меньше стал, иду. Иду дальше, продолжаю свою прогулку под дождем. А был бы зонтик, спокойненько обходил бы сейчас. Эх. Арсихотов перед нами. Другие места. Что цветет апельсин здесь, на. Не слышу почти запаха, не цвет вообще. Никого. Форма вагонцева там. О, тог. Тогол все больше. Электромобиль турецкий. Мархабаты. Солнце, он, видите, впереди, вдалеке, там где-то в коноклах, вон солнце. Солнце светит за тучами, блин, ну выпустите его, тучи, ё-моё, хватит уже. Пыль прибили, хватит. Капает, капает дождь, иду под дождем. Вокруг одни машины, людей нету. Сейчас как бы не пришлось опять где-то под навесом стоять, потому что капает стабильно так. Он сильнее стал, опять под навес. Это вот отель, который строит, Тетелис, или как он назывался, но так никто не написал, как он правильно читался. Я его Елисей назову. Еще постоим. Еще немножко, а потом еще немножко. Ай, блин. Прошел бы, если бы такой, ну, довольно порядочный дождь, там, в течение 50 минут, а хватило бы. А так он тут идет уже час практически, да, но уже, видите, тут он уже намочил, он все, да, уже точно, хоть по крайней мере видно, что дождь был. Касса, сар, 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 касса, сармер, а что это, интересно, АТ, что, нет, жилой комплекс, наверное. Чилик, печечки, пока можно посмотреть. Газовые. Похожая на мультиварку. Может, есть скороварка, или что такое. Но не факт. Мультиварка у них хоть как бы нет электромассорока. Мультиварка у них хоть как бы нет электромассорока. Ну-ка. Капает, капает, капает довольно здорово. Не, блин, стою дальше, что ли. Вчера я сделал прогулку без пауза монтажа, вот примерно от этого места, где я сейчас иду. Так, меньше дождь стал, капает реже. Видите, время, иду. Иду, и там, видите, вон солнышко за тучами, за теми. Где-то в Конаклах, может быть, сейчас нет дождя, и может быть, там солнце, или где-то в Монавгате. Там в Саларе, может быть, в Терклере, может быть, солнце. Прогулка без пауза монтажа. Я тут шел, и я дошел до позитив-падшопа, даже дальше. Площадь-паджет. Вот так мы шли, посмотрите, кто. Я еще не выставил, я сейчас и приду, буду ее выставлять сегодня. Вчера три части наснимал, получил. Поэтому сейчас уже не буду повторять эту вчерашнюю прогулку. Ну, может быть, на этом, собственно, и все, я не знаю. Покажу. Нет, еще разик, может, где-то включусь, покажу, что дальше будет дождь, или будет деление. Вообще, дождя не будет дальше, посмотрим. Что-нибудь еще вам скажу, где-то включусь. Цены. Паста да винчи называется. Карбонара 159, карри 139, 179 грибы, наполитан 99, песто 139. Это все макароны, макароны с соусами. Ну, в принципе, для современных реалий это цены более чем нормальные, я бы так сказал. За порцию, которую вы сможете наесться. Это Starbucks кофе. Я сегодня, кстати, как-то вообще, ну, то ли это с дождями связано, я вообще не вижу туристов практически. Я там, насколько на остановке сидел, там буквально пару семей прошло. То же самое было и вчера, когда я шел по этому маршруту. Дождя не было, но туристов тоже не было. Вечер такой, дождь спутал все планы, все гульки местных людей, которые в субботу сюда выходят гулять. Все у нас сбилось из-за дождя. Ну, зато хоть было, было все равно, зато больше, чем полдня, они были солнечные, нормальные. В Талии, вчера я тут ни одного человека не увидел, сейчас сидит человек 15. В этом фойе. А то я вчера уже подумал, вообще такое ощущение было, что отель не работает. Плюс 20 уже показывает сейчас наш градусник. 23 было, когда я шел там. Сколько было? Ну, полтора часа назад, не больше, да, время прошло. Даже, может быть, меньше. Так, и, по-моему, сейчас уже почти-почти дождь закончился. Очень-очень редкие капли сейчас. Сейчас нормально дышится, да, тогда был период, вот, пыль это вся, она и тут была, и все, сейчас оно все, все дождем приземлило. Сейчас очень классный воздух, аромат дождя. Арсенки Сити, родной наш. О, наш друг там сидит на этом, на ресепшене. Я в него зайду как-нибудь. Похожем. Не сегодня. Интересно, на буквы посмотреть, я любил там с балкона наблюдать, на буквы Аллахолании, как там классно видно, так. Ну, короче, около часа были вот эти все траблы с дождем. Шефин, Юрич, Рба, салон. Вкусная еда здесь. Сегодня уже, кстати, должно быть полно приезжих людей, турецких, которые на праздники приехали отдыхать сюда. Ну, пока сложно, что сказать, стало ли больше машин или людей, даже по сравнению со вчерашним днем. Ван Дэй, Ван Евро. Велик на день. Как Ван Дэй, Ван Евро? Что, что, что? Ван Евро, Ван Дэй? Сейчас как-то странно. На час? На час многовато, на день маловато, даже очень маловато, мне кажется, да? Что-то не то, может, а какой-то, типа, дополнительный. Сильные какие-то условия, возможно, к этой акции Ван Дэй, Ван Евро. Паша. Ну, прикольно смотрится с этой стороны, сблизи, но как-то они не впечатляют от того, что они сделали, а? Отсюда, да, красиво. Тебе вообще один и два, где все вопросы? Смотрите. Капец, я иду один, реально. Где никого нету. Все беременны. На, кисть. Ну, вот. Далее, типа, этому. По центру происходят. Вчера там ходили, что? Сюда. Хотя здесь, я, по-моему, тоже был. Сюда, что же нету. И там людей не было по центру, да. Тут подавно никого не будет. Иду, гадаю, будет еще дождь или немного, кстати, капнуло. Опять, наверное, в горах, да, ушли эти тучи. Они, получается, с гор шли в море. Вот в этом была причина, что у нас начался дождь. До этого была, ну, все, синяя там гора. В первой части я вам показываю. Эмине Хаджи Кура. Эмине, Эмине, почти. Студенты работают, сидят в библиотеке. Там уже выходной день. Куча народу сидит там. Студенты, это библиотека, друзья, большущая такая. Это недалеко от площади Хаджи. Юнет, возможно, районы так называются. Здесь Юнет, чуть-чуть в парке. Блин, реально никого вокруг. Я просто в шоке. Все, людей нет. Где все люди? Нет людей. Люди, ау. Да и вторая еще. 25 минут. Странно, что никого нигде нет. Хотя, что я удивляюсь. Я иду, на меня капли капают. Можно сказать, дождь идет. С натяжкой, но можно так сказать. Меня удивляет, что людей нет. Смотрите, интересный способ, когда велосипед, чтобы не занимал место на балконе. Как можно хранить велосипед. Сейчас ближе подойду, увидите. Так, а куда я вообще зашел? Почему выйти туда? Вроде Хаджи точно. Видите, он велосипед висит. Прикольно? Прикольно. Думаю, что они мотоцикл бы могли так бы повесить тоже. Кто хочет квартиру в этом комплексе, друзья, в описании под каждое видео. Ссылки на моих друзей. Максимус Инвест. Порядочные, честные ребята. Сами застройщики. Говорите, обращайтесь, что вы от Ромки. По-русски. Можете обращаться. Все вам подберут. И порядочно и честно, без всяких накруток. Никто на вас не будет зарабатывать лишних денег. Очень-то мои друзья. Это дядя Метина. Метин после праздников будет уже с джинсами на рынке. Да, и читайте чаще описание под видео. Там много всего есть интересного, друзья. Потому что очень мало кто видит описание под видео. Сдают вопросы. А там есть, допустим, ссылки, которые содержат ответы на ваш вопрос даже. Так, это я на 25-ю выхожу. На 25-ю не хочу выходить. Я хочу идти как-то дворами дальше тоже. Смотрю, много начало. Появились новые заведения, связанные с макаронами, с пастой. Почему? Потому что турецкие макароны. Потому что все дорожает, что связано с мясом. И поэтому любые как бы... Да не только с мясом. Но все сейчас цены, короче, ломовые становятся на еду. А паста, она очень дешевая в Турции. Причем самая дешевая паста даже из сортов этих твердых пшеницы полезная. Она ничем, ничуть не уступает итальянским брендам Борило и прочим. То есть паста шикарная в Турции. Турция после Италии там в тройку входит. Ведущих производителей самых вкусных макарон, да, скажем так. И она реально дешевая. То есть пачка, пачка макаронов вкуснейших стоит там иногда даже 12-15 лир. Иногда чуть больше. И поэтому, конечно, без мяса, если какой-то соус сделать, это тоже не так дорого. То есть тут реально люди могут предложить уже доступные цены выходные. Допустим, будет там порция стоит 120-150 лир. Да, потому что уже того, где носы, там уже 230 и выше. А это, конечно, оно получается доступно. И они еще на этом и заработают. То есть это выгодно сейчас стоит бизнес на пасте. Квинопорт отель. Поэтому больше, я думаю, именно по этим причинам, что готовая порция стоит доступна почти для всех, скажем так, да, чтобы поесть 120-150 лир. А вот 230 это уже доступно не всем. Это уже когда с курицей, там еще чем-то будет получается. И поэтому появляется все больше, как их назвать правильно, макаронных этих кафешек. Сиолайн Хотел. Не часто я здесь бываю. Я второй или третий раз сам так вижу. Он недалеко от площади Хаджей, друзья. Вот там уже олень с уважаемым человеком. Вот через две минуты. То есть место расположения шикарное. Купаться можете ходить туда, где пляж панорамы. Там мелкая, песочек. Так, в эти минуты, наверное, закат сейчас должен как раз быть, да. Где-то, может быть, там туда, в сторону Канаклы. Люди сейчас, возможно, наблюдают закат. Нам это сегодня не позволено кем-то, к сожалению, сегодня нам смотреть закат. Потому что тучи закрывают солнце. Его пока видно, что там он есть. Видите, уже небо там светлое. Ну, я иду еще под тучи. Нужно вроде капать. Капать вроде почти перестало. Наверное, полностью уже перестало. В горах небо чистое стало. А туда вот пошли на море тучи все. Но они уже почти прошли. И вспомню, Рамазан городок, друзья. Последние остались. Сегодня Койна, шестое. Последние два или три дня там концерты, мероприятия, кто не был. Боже, чуть не сбили. Прямо на моих глазах. Не хочу камеру поворачивать. Правда, ребята, переходили на красный свет. Вполне установлено на месте, но тем не менее. Возле, сзади, сбоку, вернее, муниципалитета, там, где памятник Ататюрку, в самом центре, где-то часов с полдевятого оно начинается. Сначала там детские мероприятия. Ну, там для местных, как бы, в основном. Все на турецком. А потом концерты. И, по-моему, 8-го числа там последний день будет. И дервиши там, юбки, вот этот танец, что никогда не видел. Ну, я не знаю, когда там что. Это расписание надо смотреть. Так что, можете сходить, если вы здесь сейчас. Чисто для общего впечатления. Все, друзья, на этом пока. Дождя нету. Такая была интересная прогулка под дождем. Мира добра позитива. Всем Алания, 6 апреля. Где 25-я улица. Короче, вот парфюмер Белал там вот напротив. И от площади Хаджет сразу делен с уважаемым человеком. Идет вот 25-я улица. Вон магазин Гармония. Рядом Белал. И тут Мираж отеля. Я никогда его не видел. Никогда не Мираж, а Порт-Отель. Смотрите, может, кому-то полезная информация будет случайно. Посмотрел, сюда попал. Я тут, наверное, не ходил никогда вот так вот. Друзья, будет начало Эфтара. Молитва и выстрел пушки. Два буквально дня, наверное, осталось. Поста этого. Давай. Мне так интересно, где эта пушка? Кто знает? Никто не знает. Мне никто не написал. Я уже спрашиваю. Мне кажется, где-то там, наверное, где Лафалани оттуда, наверное. Посмотреть бы на этот процесс. Что за пушка там? Как этот выстрел производится? Сейчас вот она. Но чуть позже стало. Раньше она была где-то минут в угол 15. пару недель назад. Потом минут в 20. Сейчас уже почти в 25 минут будет, наверное. Сейчас включусь, когда начнется. Надеюсь, сейчас не будет. Слушайте, сейчас пушка будет. Мимо будет проезжать как раз. Не повезло. Кучно. Ты вот в 100 метров сидишь, где Эфтар дает. Ходил бы мяско, я тебе мясо принял специально. Привет! Как ты дождь пережил? Сейчас мясо тебе будет давать. Смотри. Смотри, вкусняшки. Сейчас еды дам твои кошачьи. Бегемота. Пойдем покормим. Тебе мясо не донес. Тебе обычная еда будет. Друзья, Чеков, ты, кто смотрел выпуск с Кириллом, посмотрите, кто не видел. Вот это Чеков, у тебя фирма Чокча, он только в 101.